Привет всем, кто смотрит канал Сумерки Богов. Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра в России и в мире. Смотрите нас в телеграме по ссылке под этим видео. Сегодня в Московском музыкальном театре провели пресс-конференцию, посвященную планам на следующий 101 сезон. Вчера подобное мероприятие прошло в Большом театре и вот в Стасике, как мы его любовно называем, тоже прошло нечто подобное, знаете, чтобы все было по-взрослому. Отгремели фанфары в честь юбилейного сезона и театр на Большой Дмитриевке вернулся к своей обычной рутине. Две из трех оперных премьер на главной сцене будет делать Александр Титель. Я уже так много говорил про то, что сегодня просто невозможно представить нигде в мире театра, в котором две трети спектаклей поставлены одним человеком. И можно сколько угодно изображать продвинутость менеджмента, придумывать невероятные образовательные программы, показывать людям из года в год выдающиеся западные спектакли на видео. Но вот ты смотришь на афишу и понимаешь, что театр давно пора переименовать из Станиславского и Немировича Данченко в театр имени Тителя. И вот даже не хочу сейчас говорить, насколько эти спектакли не представляют никакого интереса, как они скучны и примитивны. Да и сам режиссер за те почти 30 лет, 30 лет, что он использует госбюджет себе на славу, превратился в какого-то старомодного и брюзжащего старика. Если бы директор театра Антон Гетьман смог справиться с засилием этой серости и скуки, то цены бы ему не было. Но сегодня понятно, что Титель не зря столько времени сидит. Ему удалось за эти годы наладить прочные связи наверху и даже речи нет о том, чтобы он подвинулся или вышел вон. А вот про Гетьмана говорят, что замену ему ищут, и ищут активно. А когда найдут, то долго ждать не будут. И не помогает директору то, что он привел в попечительский совет театра Романа Абрамовича, Наталью Тимакову, Полину Юмашеву. Люди эти, кажется, так сконцентрированы на балетных планах театра, а тут наконец объявлен дорогостоящий дискутирующийся Дон Кихот в постановке Нуриева, что до оперы опять никому нет дела. Кроме нас, конечно. Титель в следующем сезоне порадует нам редким вольным стрелком Вебера. Не беда, что петь такое в театре некому. Это в Стасике вообще никогда никого не останавливало. Как умеют, так и поют. Дирижировать будет Фабрис Болон. Премьера 14 мая 2020 года. Если вы смотрели ту же Мидея или Влюбленного дьявола, то сможете легко себе представить, как будет выглядеть и новый спектакль. Невнятное осовременивание ландшафта и костюмы под старину. Вечный рецепт Тителя сегодня. Но думаю, что еще банальнее будет спектакль под названием «Зимний вечер в Шамуни» со шлягерной музыкой и знаменитых оперет. Несколько лет назад Титель делал такой летний пляжный вариант такого концертного постичио. Теперь будет зимний, видимо. Премьера назначена 30 ноября дирижера Уильям Лейси. Почему не поставить целиком какую-нибудь оперету, непонятно. Наверняка на это будут ходить. Третьей премьерой сезона станет перенос похождений по вес из Травинского и Зек Сан-Прованса. Да, как и Большой театр, Стасик черпает из одного источника. Сказывается рабочее прошлое Гетмана. Спектакль этот поставлен Саймоном Макберни, знаменитым английским актером, который делает довольно интересные музыкальные спектакли. Вот только непонятно, кто на это будет ходить. Публике Стасика не нужен такой репертуар и такие постановки уж точно. Боже, да там же есть публичный дом. Премьера 19 сентября. Дирижер Тимур Зангиев. И вот что интересно. А где же премьера для главного дирижера театра Феликса Коробова? Ему в следующем сезоне нашлось только место возобновлений Манон Масне. Выглядит это странно, если не сказать больше. Наверняка Гетман придумает тысячу слов оправданий, как недавно, когда у него в театре упали со станка 20 артистов хора. Гетман тут же выдал пресс-релиз мелочного характера. Все это тоже вряд ли способствует хорошей атмосфере в трупе. Думаю, что когда Гетман покинет пост, который он тоже занял случайно, просто из-за того, что московское правительство отказалось сажать в это кресло пасынка Урина, а то представлять это семейство бы возглавляло и Большой, и Стасик, и театр Покровского. Тут, конечно, даже у чиновников затряслить коленки. Так вот, когда он уйдет, кажется, заплачет только Лоран и Лерчи, и гонорар скорее вместе с гонораром Гетмана сегодня вынимает львиную долю из бюджета театра. Из открытых источников известно, что в 2017 Гетман заработал, например, 7,5 миллионов, тогда Кокурин 8,2 миллиона, а бюджеты Большого и Стасика отличаются в разы. Так что больше никаких Богомоловых мы не увидим в этом театре точно. Теперь здесь снова будет царство скуки и очевидности. Один артист Стасика недавно мне написал в ФБ. Просто вы не любите наш театр, а за что же его любить? Музыкальный театр как вид искусства сегодня дает широкую палитру возможностей от реалистических спектаклей до перформансов Костылуччи. А я как ходил в этот театр, так последние десятилетия вижу только один режиссерский почерк. И так 30 лет. Причем прелесть этого режиссерского почерка как-то очевидна только здесь и где-нибудь в районе Екатеринбурга. Ах да, забыл еще одну премьеру на малой сцене. Титель даже с барского плеча подарил в этом сезоне штатному режиссеру театра Ирине Лычагиной. Она поставит барочную орантею Антонио Чести. Но изменит ли это хоть что-то в театре Станиславского? Уверен, что нет. Спасибо, что сегодня вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал здесь и в Телеграме. Помните, что мы экономим ваше время и ваши деньги. И до новых встреч на канале Сумерки Богов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok